Как сделать собаке внутримышечный укол? Внутримышечный укол собаки делается в заднюю лапу, в ее мягкую часть. Как найти эту мышцу? Можно просто начать щупать лапку и найти самую мягкую часть, как куриный окорочок, и колоть сюда. Либо же можно провести линию от коленной чашечки наверх и перпендикуляр спины. Вся часть, которая у нас врисовывается вот здесь, может быть использована для укола. Что важно знать? Мы не делаем инъекции животным сзади, как это делают человеку. Мы используем поверхность и колем укол перпендикулярно бедренным мышцам. Как сделать кошке внутримышечный укол? Внутримышечный укол кошкам делается в задние лапки, в их мягкую часть. Мы можем просто взять лапку кошки, пощупать самую мягкую часть, так называемый куриный окорочок, и использовать его для инъекции. Либо же мы можем поставить кошку, найти прямую линию между коленкой и перпендикуляром спины, и вся вот эта вот область у нас будет как раз таки местом для внутримышечного укола. Важно! Мы не колем укол в задней части, потому что здесь проходит седалищный нерв, и кошка может очень долго хромать. Мы используем бедро и делаем инъекцию перпендикулярно. Кошки очень часто бывают капризны, в отличие от собак на внутримышечных уколах. Можно использовать помощь. В этом случае проще всего колоть кошкам укол на боку. Мы вот так вот кладем ее на бочок. Кто-то держит у нас передние лапы. Задние лапки мы обязательно берем через пальчик, чтобы не было больно суставам. Точно так же от коленной чашечки проводим линию наверх, проводим линию по спине, и вся мягкая часть, которая у нас находится, используется для укола. В этом случае укол делается точно так же перпендикулярно бедру кошки. Братец!